Видите, чистят. Это сегодня вышли, почистят. Ну, сегодня вышли. Там же была жалоба, и сегодня вышли. Сильно удивились, когда увидели у себя во дворе альпинистов, расчищающих крышу. По словам Анны, за много лет впервые убирают во дворе. А несколько дней назад, перед весенними праздниками, жильцы дома на Московском шоссе получили подарок. После коммунальной аварии им, наконец, дали тепло. 7 марта нам включили отопление. То есть мы вообще брошенные. А в госжилинспекцию обращались? Обращались. И? И ничего. Все то же самое. Все то же самое. То есть никаких действий? Нет. Нет. Авария произошла 1 марта на насосной станции Вольская, из-за чего в нерабочем состоянии оказались котельные и центральные тепловые пункты. Без тепла и воды остались жители 25 домов. По словам Татьяны Васильевны, с момента аварии госжилинспекции и управляющие компании бездействовали. Но к такому отношению люди уже давно привыкли. Вам звонили? Что? Ну-ка, скажи вот при мужчинах. Что отвечали по телефону? Идите в лес. И это мне можно. Я человек отработала, который на одном месте. Я вашу фантазию прекрасно представляю. Мне управляющие, главврачи никогда со мной не разговаривали так. Однако представители госжилинспекции говорят, что сработали оперативно. И по словам начальника Сергея Вербина, как только произошла авария и появились первые жалобы, а их было 37. Специалисты сразу выехали на место. Как вы можете оценить свою реакцию в эти три дня, свою оперативность? Как только появилось сообщение, что здесь все началось, Московское шоссе 30. Первый дом тогда, который пострадал отопление. Отреагировали мы в тот же день буквально, как только получили сообщение. Инспектор у нас выезжал с рейдовыми приятелями с проверкой, чтобы потом проводить по всем своим, те, которые проверки мы провели, выданы предписания на устранение. Только после того, как жалобы жителей дошли до администрации города, сотрудники госжилинспекции активизировались. И сейчас проводят рейды. Проверяют отопление, которое в этих домах на Московском шоссе ждали дольше всех. Полина Попенец, Роман Шильдяев, Саратов-24.